приветствую всех меня очень часто дают вот когда мы начинаем говорить о боге и возможно это вы тоже в людей есть такое мнение когда это касается бога люди начинают говорить ты знаешь да это надо я еще очень молодой и мне надо примириться с домом не надо служить богу но я еще не готов я вот мне надо я еще очень много решу я делаю много согрешений у меня есть какие-то там курю или еще что-то или пью или наркотики разные грехи то есть человек люди каждый себя понимает что вот есть и он эти грехи делает значит приветствую серёжа эти люди они ощущают что они грешны они понимают что что у них не все правильно с богом и это они это осознают но у них сразу появляется мысль божий святой а я грешный и как я могу иметь святым отношение с святым богом святым отношением не надо навести порядок и я для этого решил записать это видео чтобы возможно дать вам ответ на на ваш на ваши ваши мнения возможно это поменяет кого-то мнение кого-то их него его убеждение да что он может как-то сделать да правильно без духа это тщательно поймите ситуация такая я потом поставлю ссылки в каментах на что я опираю свое мнение и почему я так верю и вам это вы можете потом проверить это согласно писание согласно библии пишет библии следующее что всякий грех может быть омытый кровью то есть мы мы все знаем что в старом завете аура моисея все они приносили жертву для чего жертвоприношение было для чего для того чтобы искупить себя от греха то есть искупление от греха то есть очищение от греха это приношение жертвы только таким образом бог может искупить от греха но невозможно искупиться от греха без пролития крови лида александр приветствую вас значит без пролития крови нету искупление греха нету когда-то люди имели эту возможность они брали приносили козленка овечку птичку и таким образом они получали прощение грехов но сейчас этого никто не делает если не приносим жертву если нету пролитие крови жертвы животного значит нету искупление грехов получается что нету искупление и человек думая что он может себя привести в порядок и получить прощение грехов без пролития крови животного принесение жертвы невозможно получить прощение отсюда отсюда получается что бог в одном в одно время он ему он увидел что люди дошли до такого состояния что они приносили жертвы но имея уже в мыслях что они будут делать тот или иной грех и бог это увидел и сказал все я больше не хочу эти жертвы мне уже они но неправильно и он послал иисуса христа который принес эту жертву за всех нас и иисус христос принеся жертву за всех нас он пролил эту кровь то есть человек без крови иисуса христа не имеет возможности получить спасение даже как бы он морально не готовил себя даже как как бы он хорошо не поступал не делал хорошие дела не не был хорошим человеком невозможно но как получить прощение как как себе подготовить к этому бог принимает каждого кто есть грешник если если человек если человек осознает что он грешник он приходит и просит иисуса стать частью иисуса тогда когда вы уже получаете стаёте частью иисуса тогда вы получаете кровь для омевения своих грехов наглядный пример чтобы это было легче понять как говорят на пальцах смотрите иисус рассказал притчу о блудном сыне блудный сын он пытался себя привести в порядок он пытался где-то найти какие-то василий приветствую какие-то как-то себе пошел на работу начал пасти там свиней чтобы заработать рон приветствую но он ничего не мог сделать и тогда он решил прийти к отцу это очень наглядный пример какой он пришел грязный потрепанный что сделал отец взамен отец не ожидал своего сына приезжая придя что он после таких тяжелых испытаний что он придет на коне там приедет в хороших одеждах с подарками он отец видел знал что его сын в таком состоянии плачевно также бог нас видит в этом плачевном состоянии и когда он пришел к отцу и покаялся потому что бог любит всех на прощается кающихся то есть он покаялся в своих грехах да и тогда отец ему предложил новую одежду и тогда ему отец предложил перстень и тогда ему отец сделал пир представлять вот это наглядный пример то есть когда человек когда ты решаешь хочешь иметь отношение с богом и говоришь мне надо еще подготовиться никогда не будешь готов твое 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 готовность это когда ты придешь к отцу и скажешь отец все вот я уже я хочу иметь с тобой отношение иисус прими меня в свою жизнь войди в мою жизнь и отдаю все всего себя и аминь меня своей крови и тогда ты будешь чист и тогда у вас начнется отношение с богом тогда ты получишь новую одежду тогда ты получишь перстень власти иисуса христа и тогда будешь 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 иметь уверенность участвовать в пире влад приветствую это мой ответ маленький но я думаю оно поможет многим решится многим решится принять господа и и восстановить отношения или начать отношения с богом не не надеясь на себя мы не можем себя сделать святым поэтому бог это предвидел и он послал иисуса христа и с принятием иисуса христа бог дает прощение ссылки на все места описания которые на которые я то что я вам цитировал я поставлю в коменты вы потом можете почитать если у вас есть знакомые друзья родственники им это надо можете поделиться этим месседжем можете поделиться этими местами писания раздумайте бог вас любит и когда ребенок рождается бог мы не не ожидаем что ребенок будет делать хорошие дела мы знаем что ребенок возможно будет плакать возможно будет делать падать еще бог знает тоже что вы когда родитесь вы тоже будете делать возможно продолжать делать еще какие-то ошибки но он будет вам помогать благословит вас бог я уверен что это видео будет кому-то помощь до свидания